Советы по уходу за серыми абрикосами Мы уже, помните, там были советы И казалось бы, если бы один у другого перебрал, чтобы хотя бы все было одинаково Чего-то два На том мы вот так вот эту самую Целую статью прочитали Я ее, конечно, по моде, по моде высмеял В общем, и это оказалось не лучше Я обязан Понимаете, там было, может, 50 тысяч, да Но я с удовольствием рассказал Помните, что неделя прошла Всего неделя И то, и то, и то не так И все, наверное, смерть Когда я увидел вот эту Пришел брат Говорит, посмотри, может, ты реагируешь Когда я увидел, миллион семьсот тысяч Все, мне сразу шерсть дымом Шерсть дымом, я думаю, господи Я уже здорово не знал, что тут будет всякое дерьмо Но не ожидал столько дерьма Я сказал себе Ребята, кто знает уже как надо А вы же все знаете Ну, кроме таких-то вещков, как Татария, помните? Вот Ну, только сейчас ее вспоминали А другим-то зачем все знать? Можете отключаться? Вот А я не могу пройти мимо Еще раз говорю, я гражданин Итак Совет Как ухаживать за серыми абрикосами Да Вот Миллион человек, семьсот тысяч Начинайте выбор вместо подпосадки Ну, это дураку, понятно Как же без этого? Как можно больше солнца? Полный сутский сезон Годится Чтобы ничего не затеняло Ни постройки должны Ну, что Вдруг-то они молодцы Они друг друга умеют переписывать Место должно быть тихим Да Только у всех она тихая Если вот так Советую, то Просто решить не надо Где вы видели Тихие места? Знаете, сейчас только разговаривал я С С Владимиром Из Казахстана Как дела? Я говорю Да я с жарой спекся Лежу, не могу встать А мне через два часа Вебинар проводить Он говорит Это у нас такой дикий ветер Такой дикий ветер Страшно Вот Ну и что? Что ему теперь абрикосы не садить? Ну, идем дальше Вот Лучше всего посадить северные абрикосы На южном Другозаптном склоне Ладно Пойдет Расстояние Пять метров Не буду я Отцепляться Только когда вы посадите Пять на пять На пять На пять На пять Ну, через пять На пять Пройдет несколько лет И у вас Между дня Будут Пятнадцать метров Десять метров Тридцать метров Поэтому Вот Я уже не согласен Если вы начинаете С этих же косточек Которых Пруд Пруди Можно выписать И вырастить Вы посмотрите Какая схожесть У большинства Из вас Я уже Это Столько нахвастался Сколько я вам фотографий Показал Сходы 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 Надо садить Метр на метр Да чем с ним Что потом Это Это пока еще Косточка Хотя головная боль Будет потом Когда сильно густ Ну Сто тысячу Косточек Вы же не посадите Сразу Через пять Метр Ну так Это Плохой совет Садите Гуси Природа Проведи Так Дальше Не смешиваем С другими Конечно Абрикосы Задают А что Плоды будут Сладче В кусте Это И вода Не от этого Сладкие Вкусные Абрикосы Любят Расти Отдельно Да Мы все Любим Вокруг Северных Абрикосы Немного Стоять Воды Я все Пропускаю С этих Заранее Согласен Самое страшное Подоплевание Коры на корневой шейке Ну тоже верно Молодцы Молодец Теперь вот это все Раз И все В чертовой матери Все эти советы Необходимо Сажать Таховники Высотой 60 Диаметром Ну может быть Надо было Написать Высотой 60 А диаметром Допустим 2 70 2 М 7 Может Вот так Вот так Может Надо было Но я же не имею Право исправлять Ты же специалист У тебя 1.700.000 подписчик Миллион Берем 60 Представляете Это чуть больше Полмета Высота Диаметр На 10 Этого Больше Показываю Натуральную величину Видно меня нет А ну-ка Я на себя Гляну Красиво Ух ты Ну вот так Да Вот До локтей Даже меньше До локтей Все Вот это Весь холмик Все Ребята Весь холмик Так Сейчас Возвращаемся К нашим Шитинского аппарата Вот Так Я сейчас Посмотрю Ватсап На минутку Я жду Очень важное Сообщение Боюсь пропускать А вдруг Нет Тут все нормально Так Идем дальше Канавку Надо делать Для полива А нахрена Тогда холмик А если канавка Это вот Высота 60 Вот видите А если канавка Вот тут На высоте 60 Ну и тут Сапрет Так А где еще Нужна канавка Я никогда Не понял Ну ладно Если уж я Не понял Дальше Другой Понял Теперь Просидера Сидераты Итак Засеем Белой горчицы Вот Потом С кашей Лежать вокруг Молчей Я согласен Допустим Даже так Если ты только Посадил Весной Еще черная земля Да бог с ней Сади горчицу Пусть зарастает Что дальше Подвянет Еще один посев Прямо Помыче Я Он очень мучил Столько Как Это надо Я и так И так Я уже Крыша едет Я не понимаю Как помыче Садить Ну хорошо Я дурак Идем дальше За один сезон Можно провести Четыре посева Ну хорошо Я дошел Пару фотографий В другой опере Вот Женщина Устроила Здесь Клумбу Я бы Еще Даже здесь Бывают Яблони Достаточно Южные Они Достаточно Выносливые Да Повреждаются Корни Да Уничтожаются Черви Червячные Ходы Уничтожаются Значит Кислород Не поступает Вот Ну нет Дерево Могут даже С этим терпеть В какой-то степени Но давайте Посмотрим На это дерево Ну найдите мне Я уже Сколько их Сотни показал Ну найдите мне Хоть одно Здоровое дерево Ты вырастет Это Специалист Просто здоровое дерево Вот вырасти Здоровое дерево И сгаляйся над ним А через год Два-три Скажи Вот видите Какая у меня Клумба выросла И дерево здоровое Но оно же Умирает А Специалист Это что Ну Уже Оно еще живое Но это уже памятник Само Вот она страшная Рана Памятник дури Так Дерево умирает А это получается Памятник при жизни Оно еще живо Вот И как этот самый Как этот самый Его уже пытаются Облагородить Как Облагородят Кладбище На чем Делать клубу Вот Посева Вот смотрите Как надо Вот так Ну давайте Смотреть Посмотреть Что Не могли Здоровое Дерево Что Оно же Все в грибах Все в грибах Правда Холк Должен Вот такой И поширше А они Дерево Какой Все таки 60 см Да И самое Страшное Что Что Они Его Засыпают Три слоя Три Этих Компонента Вот Перегной Вот самое Страшное Самое страшное Слово Перегной В равных Пропорциях Это значит Что его Где-то Половина Или Одна треть А это Страшно Много Это Смертельно Почему Расшифровка Это вот она Я не слепой Перепревший Навоз Для корней Это Самое Страшное Это Яд Который Можете Представить Самое Страшное Заранее Да Дальше Сами Видите Но как же Вы знаете Детей Так Не кормят Детей Которых Мы любим Больше Чем Дерево Так Не кормят И это Надо Вот это Надо Вот Вот это Я уже Язык Заплетается И это Надо Пол ведра Золы Вы представляете Пол ведра Золы Не Жменьку Вот так Надо Вот смотрите Еще раз Жменьку Надо Еще Терпимо Пол ведра Стакан Мел Еще не все А теперь Я вот сейчас Скажу Дальше Мы еще Будем Издеваться Над ним Но Я скажу Очень важно Я же не просто говорю Не делайте Я должен Обосновать Итак Если вы Второй раз Рассказываю Извините Старики Ветеран Ветеран Мне помню Пять лет Назад Говорил Если вы Поведили Руку Ваша Задача Что сделать Надо Счастлившим Образом Обеззаразить Используем Любые Лекарства Они все Нарушен Извечен И по Перегнивать Ну а дальше Сами Понимаете Вот это все Это ужас Когда все Это Ведь кто-то Запишет Будет все Это доставать Ну а дальше Что Все Все равно Все погибнет Почему Потому что Нужно Нейтрализовать Кислотность Я ничего Не делаю У меня ничего Не делаю Для кого Рассчитываете Вы все Время Посерный Абрикос Поскольку Сажать Весной 20 25 Ребята Поздно У нас Опоздали На 30 В среднем Если брать Срединную Россию Опоздали На 30 40 дней Не успеют Вызветь До зимы Не успеют И вот этот Срок Ну где ты Живешь Где ты Вот это Все выдумывал Выдумал Да Скорее всего И с пальцем Высасывал Так Ты что Не знаешь Что в России На юге Светут деревья На севере Метр снега Еще лежит Да кого ты Придумал Это 20 25 Надо ждать По кончению Возвратных Веседних Заводок А в Москве Это 10 Июня Общепризнанная Цифра Ну сади 15 Июня А потом До зимы Все это Не вызовет А потом Зимой Погиб Сейчас Я еще Попрекалась Только потому Чтобы доказать Что Север сбежал С дурдом До сих пор Можно было Спорить А мы Что же Задавали А может И не погибло Хотя И дал туда Допустим Третья часть Полкуба А из них Третья часть Это тот же самый Перепревший Навоз Как там написано Ну там еще Кто-то Мы всю жизнь Наши деды Так можно Сылаться на дедов Сейчас Вы получите У меня Вот Толмитова мука Толченый мел Вот Это еще Не все Сейчас Будем Еще Кальцием Без урожая Ну что Как же Я даже не знаю Мне что Урожая не было И сейчас Это самое Все Натисы Кальций Калибар Вы представляете Вот такой список Составит Я уже забыл Все что было Выше А сейчас Я вам Подскажу Почему человек Сбежал С дурдом Сказать Потому что Он ни разу Сам этого Не делал Тут два Варианта Передрал У кого-то Или сбежал С дурдом Пусть выбирает Сам Итак Мука Из яичной Скорлупы Из расчета По два стакана Я не могу Не сказать Потому что И сказать Не делайте Этого Все Гребина Закончится А я еще Не все Сказал Два стакана Под каждое Дерево Два раза За сезон Итого Четыре стакана Теперь Да Четыре стакана На одно Дерево А допустим Всего Десять Итого Сорок Стаканов Сорок Стаканов Чего Чего-то Купил Высыпал Ладно Мука Из яичной Скорлупы Я пытался Себе Понять Сколько Получится Если взять Одно Яйцо Яич Сварил Съел Яич Скорлупу Растет Получилось С С С Сколько Наперска В стакане То есть Тут уже Получается Надо Сотню Специально Съесть Яич Не Можете Выбрасывать Сотню Съел Давился Яич Наконец У тебя Штакан А их Надо 40 Тогда Надо Яиц Тысяч Ты Такой Совет Кому Давал А Если Я Еще Не Ну Настолько Наивен Что Он Так Помните Ты Зернышко Посадил Через 3 месяца Дерево С Кладами Понятно Когда Создавался Этот Роман Про Этого Страна Как это Назвалось Страна Боротина Стране Дураков Понятно Ну Ему Уже 100 Или 200 Лет Этому Роман Я Не Знаю Точно Но Люди Читают И Вот Чтобы Это Посадить И Через 3 Месяца Есть Плоды Через 3 Месяца Семечко Посадил А Там И Фотографии Есть Правда Видно Что Фотографии Можете Сколько Лет А Оказывается Что Через 3 Месяца Ну Расчет На Дураков Ну Вот Это Вот Что За Ориент У нас Такой Получается И Вот Когда Человек Написал Что Тут Получается Нужно Несколько Тысяч Скорлупах Несколько Тысяч А Он Даже Такого Ресторана Договор Заключить Чтоб Все Что Они Ему Отдавали Это Дис Вариант Это Нереально Даже Это Нереально Где Он Наберет Мукой За Яичниц Скорлупа Или Он Будет Лет 5 И Наконец Через 5 лет У него Два Стакана Есть И Он Наконец У него Теперь Кальши Есть Я Сказал Себе Этот Человек Из Дурдома И Еще Подумал А Может Быть Над Нами Издевается Вот Те Которые Три Месяца Семечка Получается Зросло Дерево С Кладами Те Товарищи Они Не Дураки Они Из Дурдома Они Считают Что Мы Из Дурдома Что Это Страна Дураков Они Не Хочется Жить Страна Дураков Вот Я И Написал Нужна Цензура Хотя Школьная Программа По Биологии Но Настоящая Чтоб Там Учили То Чего Я Сейчас Рассказываю Год Прошел Шестой Класс Седьмой Класс Дурак Дурак Что Ты Будешь Делать Кальция Муку Рассыпь Депрессон На Круг Ну Если Пять лет Копить Что-то Будет Разрыхлеть И Полеть Опять Рыхлеть Да Нельзя Рыхлеть Ой 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 Формировка Кроны Барь Любимая Тема Рост Фиксирует На высоте 2-3 метра Чем Ты Фиксировать Будешь Уговорить Чтобы не Росло Или Калечить Начал Ну Смотрите Это Я Фиксировал Я Не Специально Это Делал Обратите Внимание Это Один Из Первых Сим Я Использовал Еще Когда Интернета Не Я Использовал Для Того Что Можно Было Его Это Самое Использовал Как Мои Примеры Чтобы Караул Не Тож Сидел Я Брал Для Насекатра 3-5 Метра Ручка Отрезал Для Прививок Все Нетронутые Живые Все Тронутые Посмотрите Как Страстные Позже Я Даже Помню Что Это За Амбрикос Это Амур Он Настолько Надежен Если Его Не Трогать А Ты Как Фиксировать Собраца Который Дурдом Ты Как Фиксировать Амбрикос Объясни Ты Мне А Это Чешевидная Форма За Нем Морду Надо Бить За Эту Форму Кто Это Придумал Вот Зафиксирован Теперь Уже Не Будет Больше А Это Что Такое Сейчас Я Еще Я К Этой Теме Почти Не Подходил Сегодня К Думал Итак Здесь Дается Понятие Что Когда Мы Обрезаем Выше Почки А Нас Убеждают Что На Кажем Дерево Нужно 10 20 50 100 Обрезок Сделать Они Знают Чего Это Чем Кончается Специалисты Они Никогда Последствия Не Показывают А Это Перешел Книги А Это В Десятках Книг Сотнях Статей Во Всех Журналах Во Всех В Любом Журнале За Любой Подшипки Вы Найдете Это Это Фотография Не фотография А рисунок Взяли В 19 веке И Тот Кто Его Сделал Сейчас Я Вас Крест Поставлю У Него Получается Так Вторая Это Сильно Конечно Большая Рана Конечно Почкой Погибнет Вот Это Здесь Начнет Загнивание Почка Далековато А Вот Это Нормально А Так Это На Юге Нормально У Нас И Это Замерзнет И Это Замерзнет И Это Замерзнет И Надо Говорить Старайтесь Вообще Не Резать Нет Понятия Правильной Обрезки Если Обрезка Более Смертельная И Менее Смертельная А Здесь Разницы Никакой Что Вот Это Мороз Сюда На Поль Почку Не Заморозит Вот Это Вот То Что Здесь Страшная Рана Бозе Почки Прямо Давайте Вот Этот Посмотрим Опять Где Его Только Нет Я Причем Уверен Что Даже В университетах В академиях Проходят Делают Так Выращивание Окулянтов Шипов Это Та же Обрезка Но Обрезка Вынужденная Почему Давайте Смотреть Сюда А Допустим Ну Получается Так Как Как Это Получается Так Сделали Прививку Так Теперь Естественно Прививка Растет Немножко В сторону А Его Надо Обязательно Обрезать По Двое Почему Вот Это Дикая Часть Они Молодцы Они Его Сразу Не Пообрезали Они Использовали Как Я Кстати Сухой Пень Прям Вот Так Вот Сухой Пень Доставляет Вот Так А к нему Бывает Боковые Ветки Приват Это Когда Я Меняю Алитер Потому Что Всяко Бывало У меня Бывало И Центральный Погиб Центральный Погибало Боковая Целая Оставляет Центральный В виде Сухого А боковую Подвяжью Вот Как Тут Здесь Это Получился Прививка Вот Подвой А Вот Смотрите Когда Он Стал Прямым Время Прошло Он Наконец Закрепился В вертикальном Половении Отрезали И Вот Это Самое Страшное То Что Присутствует Именно При Окулировке Прививка Почкой Всегда Сопровождается Такой Страшной Раной Что Даже Не Могут Ее Эту Страшную Рану Скрыть Даже Не Могут Где Даже В А это Учебник Ребята Смотрим Дальше Ну Тут Я Когда В Отчаянии Взял Крест Поставил Что Оно Значает Да Б Это Опять Ну Так же Как Тут Вспоминайте Остается Хвостик Тут Это Или Вот Это Страшная Рана Вот Это Правильно Все Три Смертельно Ранец Цифр Все Нет Здесь То Самое Итак Здесь Отрезали Вроде По Божески Но Диаметр Вот Этой Раны Которая Якобы Правильная Он Намного Больше Несколько Раз Чем Диаметр Вот Этого Вот Это Место Начинает Погибать И С Этим Связанным Массовая Гибель Окулированных Этих Саженцев Массовая Гибель Ну Учат И Учат Поэтим Старинные Это Рисунки Старинные У меня Нет Времени Сил Мне Платили За Это Чтобы Я Больше Времени Я Нашел У меня Полсотни Я Найду Тридцати Из них Вот Это Вот Итак Вот Это Правильно Вот Это С хвостиком Неправильно А Это Сильно Тоже Неправильно Замерзно Для Меня Первый Третий Я Какая разница Способ Прививки Так они Не смогли Даже Страшно Рано Ускорить Не тут Вот Не тут Вот Но Нельзя Так Ребята Ну Скажите Что Если Мы Прививаем Улучшенная Купыровка Или Даже Просто Купыровка У нас Чаще Всего А Ну Бывают Исключения Там Не Чаще Все Один К Одному Из Это Значит Что Рано Неск Раз Меньше Скоро Груша Наверное Смерть Посадил Это Что Зарастет Никогда Вот Это Страшная Вещь Когда Доктор Наук Специальный Фильм Снимает Ради Чего Наверное Заработать Хотел Вот Это Ребята Я Не мог Мимо Этого Пройти Она Опять Лизит Мне Я же Не рад Что Проходит Время И Смотрю Очередная Статья Опять Те Же Самые Которые Я 20-30 Лет Назад Те Же Самые Уже Журналы Газет И В Книгах Так Знаете Что Мне Нужно Тепеточку Подлить Мы Уже Больше Часа Говорит Да Опять Критика Опять Посмотрим Важдаш Что Поинтереснее Будет Я Напухну На Две Минуты Сейчас Я Объясню Почему Я Не Могу Никак Отказаться От Этих Тем Вот Этих Вот Этого Насколько Это Все Важно Потому Что Пока Не Будет Переделано Уже По Железову Ничего Не Звенится Так Уж Получилось Что Перелопатию Гигантское Количество Литературы И Одна Два Бульвар Это Самое Я Не Нашел Ничего Что Обязательно Подпись Кандидат Доктор И Вот Это Самое Они Даже Ленится Свои Снимки Сделать В сад Пойти Они Вот Это Перебирают А Это Значит Хана Вот Человек Будет Вот Так Делать Вот Будет Делать И Будет Думать Что А потом Руки Разводят Я Подумал Так Я Продолжаем До Бесконечности Эти Самые Вебинары Вот Потом Куски Можно Отсюда Выбирать Можно Вторую Третью Пятую Десятую Делать Брошюры Вот такие Как Журналы Вот так Вот Раз Свой Карман Вот Сейчас Получается Так Смотрите Я Высылаю 200 тысяч Рублей Своих Лично Моих Денег Моих Ровных Заработанных Знаете Чего Руки Базон Это Лопата Вот Все Что С этим Связано Эти Деньги Заработал 200 тысяч Он Печатает 20000 Вот Таких Вот А потом У него Не приняли В Торговлю И они Так И Лежат Эти 200000 Ну Может Быть Уже 19 Тысяч Осталось То есть Никогда К ним Продать И Вот Эта Серия Остановилась А люди Которые Смотрят Первый А когда Будет Вторая А Увидел Их Несколько Сот Человек Всего Вот А я Сейчас Вспоминаю Про 200000 Как Вы Думаете Они Мне Сейчас Приходились Вот Например Новый Зуб Поставить И Далее А Здесь Получается Что Ну Так Сложилось И Вот Если Сейчас Не Будет Спонсора Или Не Будет Правительственного Чиновника Крупного Который Скажет Ну Ко Миллион Экземпляров Быстенько И Чуть Не Раздавать Бесплатно Чтобы Изменить Ситуацию Будет Дачное Садоводство А Как Правило Без яда Еще Надо Отучить От Яда Понимаете Случайное Совпадение Видите Вот Обязательно Эти Препараты Это Супер Средства Для Огорода Обязательно Нас Еще Грабят Мало Того Что Негодные Саженцы Купили Потом Выпросили Но Прежде чем Они Умрут Мы Будем Поливать Удобрять И Опрыскать 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 Все Будем Делать Потому Что Это Вторая Полная Проблема Еще От Часть У Павла У Утро Сенка Это Раз Мы Можем Вот Эту Книгу Она Конечная То Ее Надо Пересдавать Уже Хватит Любому Чеку Для Того Чтобы Она Была А Скажете А все Ли Есть В Этой Книге Да Конечно Нет Можно Эту Серию Вот Тут Только Надо Такой Как Павел Талант Талант Вот В Вот Все Чем Мы Говорим Мы Сейчас Только Говорили Что Вот Это Все Броне Все Это Херня Вот Это Вот И Вот Это Тоже Броне Потому Что Идет С Юга А На Юге Это Проходил Здесь Не Проходит Все Это Умешивается И Что Получается Значит Может В таком Стиле А Кто То Может Быть Я Уже Думаю Даже Не Обязательно Павел Троцик Рассказы А Вот То Что Мы Сейчас На Экране Это Тоже Ребята Рассказы Это Можно Продолжать Записки Зачем Созавода А Книга Два Книга Три А Вы Думаете Что Здесь Ничего Цедного Нету Вот Я Говорю Да Тут Есть Это Самое Два Леонольдские Премии Но Они Такими Законами Любой Кто Почитает Несколько Станет Скажет Любой Ты Че Да Можешь А теперь Скажите Что Бога Нет А Если Бог Есть Как Там У Меня Доказывается То Что Получается Все Ребята Я не говорю Что Надо В церкви Лоб Расшибать Об Это Самое Нет Жить Надо По Это Самое Жить Надо По Совести Вот И все Что Требуется Будете Ходить В церковь Не Будете Вот Это Чтобы Жить По Совести Вот Что Надо А Кому То Не Нравится Это Потому Что Никогда Кроме 1200 Экземпляров Никогда Больше Никто Не Увидит А Их У У Ни Осталось Восемь Или Девять Штук Или Бери Пятер И Больше Никогда Не Будет А Вот Это Можно Продолжать Книга Номер 2 Записки Номер 2 Номер 3 Наболела Вот Он Доктор Наук Ты Ничем Не Виноват Ты Доктор Встал Почему Потому Что Вот Такую Толстую Диссертацию Написал Ну И Что Ты От Этого Польза Принес Судя Ты Вред Принес Страшный Наталья Однажды Приехали В заброшенных Деревья Деревня Наших Бабушек Прабабушек Дом Полуразрушен Все Заросло Удивили Яблони Которые Более 50 лет Они Были Огромные На них Висели Яблоки Очень Пустое Правда Помельчавшее Что Поразило Деревья Были Здоровые С чистыми Листьями Никто Не обрабатывал А у нас Перенято Так Скоро Искалечим Потом Обрабатываем А это Вас Подставили Ребята Я Может быть Тож Дарим Может быть Среди Наш Есть Новички Или Нет Мне Кто Допишет Допустим Гостевой А вы Посоветуйте А мне Что Посоветовать Нужно В этом Станет 10 Это Гостевая Книга И Фотографии Нужно Десяток Ну И Посылаю Куда На Вебинар Смотришь Теперь Дарим Не будет Этой Долевая И Учитель Не будет Этому И Никогда Не Купит Саженец А Вы Знаете Что Те Которые Амрикосовый Совет Давал Он Еще Не Все Совет Номер 7 Правильно Подготовить К Зиме Заметь Правильно Как Интересно Правильно Уничтожить Дерево Тут Надо Уписать Вот Если Был Человек Опытный Он Написал Не Важно А Просто Совет Как Уничтожить Дерево И Дальше Все Это Как Раз Для Этого Видео Смотрите Осень Утеплите По Всем Правилам Абрикос Тот Самый Которого Для Которого Корневой Шейхи Подходить Нельзя Дышать Нельзя До Случайно Засыпать Нельзя Замульчируйте Сухими 50 Сантиметров Я не знаю Где Это Где Человек Должен 50 Сантиметров Плотный Слой Сухимилис Ну Допустим В лес Ездил Привез Там Целую Телегу Сверху Иловый Лапник Два Слой Грех Лапнику Столько Нарезать Ну Допустим Ладно Иголками Вверх Чтоб Не добрались Мыши Поревки Ага Напугали Мышей Ежа Задницы Голые Так И тут А потом Все Это Укутит Два Слоя Толстого Материала Сверху Вот Этого Будет Достаточно Этого Будет Достаточно Для Гниения Вот Я Поэтому Вот Я Закончил Разбирать Эти Самые Помните Вот Наберите Ка Этого Самого Муки Из Скорбупо Яичной Со Стакан Это Дорогоз И вот Чек Из Дурдома У Него Вот Столько А Почему Люди Вот Это Прочитали И Не Ушли От Него А Потому Что Они Принимают Сюда Чистую Монету Я Не Выдержал Есть Люди Еще Вот Он Опасен Миллионы А Вот Еще Опасны Вот Знаете Что Они Делают Сказать Вот Смотрите Они Взяли Опилки Они Теперь Смачивают Еще И Это Самое Не Просто Водой Раствором Потом Еще Эти Смотрите Потом Они Взяли Липким Клеем А Потом Еще Что Видели Что Делают А Я Думаю Они Говорят А У 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 Дурдом А Для Чего Это Смотрите Вредителями Боятся Круги Запилок Раствор Карбофоса Липкой Лентой И Прочитали Дерев Гибнет Вот Это На Глазах С Страны Люди Слепого Авторитетом Страшным Авторитетом Смертельным Авторитетом Дерево Изувечено На дереве Все уже Заранее Все ветки Поотрезаны Доброе Полсотни Отрезанных Вот Это Люди Которые Это те Самые Которые До этого Протыкали Оставили Червей Без И Пищи Вычистили Все От этого От Прошлогодней Листы И Протыкали Белыми Якобы Подавали Туда Якобы Продавали До кислорода Это Тоже Дурдомовский Способ Но Прям Взять И Показать Как Уничтожить Дерево Просто Натурально Уничтожить Но Они Получат Деньги А Если Вам Подойти И Сказать За минуту До съемок Все Вы Все Группы Человек Десять Все Знают Что Это Их Работа Что Не На этом Зарабат Сказать Ребята Вы Сейчас Будете Вот Это Делать Опилки Карбофос Липко Это Лентой Замотайте Вы Убьете Дерево Может Вы Не Несете Съемку Вот Клянусь Я Не Бога Не Права Клянусь Просто Клянусь Что Они Все Равно Это Сделали Они Убедят Себя Что Все Эти Вода Ничего Не Погибнет И Вот Я Чему Говорю Вредители В чем Невероятная Тупость Они Не Знают Что Все Вредители Имеют Крылья Вот А Как Вот Где-то Вот Сейчас Стала На колени Жала Был Микроскоп И Показала Был Мне Этого Вредителя Понимаете Кто-то Должен Сейчас Перестать Лезть На это Дерево Вот Защитили Теперь Сюда Никто Не Полезет Кто-то Домов Залезть Где Вот Этой Дамы Лишний раз Три Передачи По Уничтожению Муравейников Несусветная Подлость Глупость Настолько Несусветная Как Она Живет С этим Я Не Понимаю Вот Этого И Для Чего Каких Вредителей Она Сейчас Они От Муравьев Потом Да Потому Что Твя Прилетит А у нее Крылья Есть Внутри Кстати У муравьев Крылья Есть Нет У Крылья Крылья У Всех Кто Бабочкой Становится Крылья У Всех Есть Крылья Как Они Защитят Только От Муравьев Потом Это Все Засохнет И Дерево Будет Умирать И на Нем Поезут Уже На Умирающее Дерево Горячее Дерево Это Полно Еды Для Муравьев Дерево Умирает Покрывается Тлей Покрывается Всевозможными Мясом Живой Мясом Все Это Ура И тогда Муравьев Целая Толпа Вверх Вниз Вверх Вниз Все Работает Сейчас Они Будут Благодарить Ее Потому Что Пройдет Время Все Что Они Вот Это Нагадили Все Это Возьмет Подсохнет И Муравьи Туда Полезут Все Равно Но Они Полезут На Дерево Где Листья Будут Больные И На Небудь Столько Вредителей Вот Тут Точно Вредителей И Тут Начинается Пир И Вот Тогда Когда Видят Муравьев Они Думают Что Дерево Погибает Не Из-за Этого Они Даже Не Понимают Что Не Убили Дерево А Из-за Этих Самых Муравьев И Тут Злоба И Пошло Вот Это Купите Муравьев И Все Сможет Сразу Муравей Них Уничтожить Вот Это Вот Они Вот Это Вот Вот Этот Дурдом Который Превратилось Все Садоводство Министерство Сельского Хозяйства Не Ваше Дело Я Сразу Дал Срок Пять Лет Сразу Вспомни А Что Делать А Холмы А Эта Самая А Не Дай Бог Вот Эту Дурную Работу А Давай Быстро Быстро Другие Чтобы Если Сталина Такого Начальника Который Сказал Если Есть Там Ужели За Еще Там Несколько Человек Чтобы Почти Стра Не Было Как Печатать Этих Низем Миллионами Размножайте Размножайте То Что Есть Они Вот Эти Вот Самая С Юга Как Так Можно На Глазах Все Страны Вот Это Все Перепутать Иногда Думаю Дьявол Что Либо В Сам Деле Ведь Это Настолько Понятно Ну Спасли Гниет Там Все Гниет Под Эти Все Гниет Гниет Уж На Что Яблони Крепко Все Все Равно Сгниет А Это Просто Знаете Какая Фраза Обыклянная Фраза Значит Ну У меня Фирма Много Подоним Фирма Я Доказываю Что Побелка Такая Глупость Как Вот Это И Вот Это Такая Глупость И Ада Еще Смертельная Глупость Потому Что Я Слово Побелку Поменял На Слово Покраска Деревья Не берешь Деревья Красят Я Это Доказал Так А Вот Это Все Просто Посмотрел На Фильм Ужаснуться А Мы Берем Для Красоты Что Ваши Деревья Еще Целы Ну Я Тут Немножко Летро Это Значит Когда Это Уже 15 Прошло Может 12 Сейчас Посчитаю Так Если Диета Брать 200 14 Лет Назад Я Был В Саду Куртовского Вот Его Хорошо Татьяна Александровна Савинич Знает Я Называю Музеем Он Историт Музей Причем Музей Потому Технологии Не изменилось Вот Застаю Я Один Раз Показывал Ну Простите Меня Я Надеюсь На Тоже Дарья Может Сейчас Присоединилась Моя Внучка Которая 8 лет Но Которая Так Питает Все Как Оно Объяснилось В этот Самый На Канал Домой Попасть До сих пор Понятного Сейчас Посмотрю От Кого Последнее Сообщение Ничего Ничего Интересного Давайте Дальше Дальше Вот Я Повторю Почему Спрашиваю О Степана Степанова Работника Чего Это Добро Ну Понятно Чего Это Косатка Туршка Так Почему Вот Такой Форме Следующей Форме Яблони Почему Закидали Уже Весна Так И Надо Чтобы Быстрее Таивало Лето Короткое Это Больше Спасение То есть Больше Боятся Открытых Пространств Нормальное Объяснение Но Оно Кончится С нормальных Когда Я Вот Я И Степан Степанов Я говорю Ну Разве Так Можно Есть У вас Абрикос Есть Вот Нашли Один Я С собственными Ручками Залез Туда И Говорю Видите Сгнило Вперед Что Наоборот Вот Так Надо Если Речь Об Абрикосах Тут Уж Под Кослярском Снегу Два Раза Больше Бле А Это Сад Крутовского Это Рядом Кослярск Получается Что Не Знаю Спасен Он Не Спасен После Того Когда Я Показал Что Надо Срочно Все Это Раскопать Спасти Корневую Шейку Вот Два И В таком Виде Все И Прощает Поэтому Абрикос Нет Вот Я Металлур Поэтому Я Помню Прекрасно Что Коррозия На Границе Сред Вот Диффузия Металла Проходил Я Коррозия Металла Проходили По Моему По Моему Это Даже В школе Проходили Знаете Как Смотрю Коля Да Вбивай Школ Чтобы Держало Дерево Чтобы Не Сломал Ветро Молодой Саженец Год Два Саженец Живой Уже Такой Полтора Два Метра А Кол Несчастный Он Уже Успел Отгнить И Теперь Он Держится Я Выкапываю Целиком Здесь Ему Ничего Делается Нормальный Кол Даже Средок Нет Никакого Повреждения Ни Ни Который В воздухе Часть Который Под землей Тоже Целый Только На Границе Сгнивает Об этом Должны Знать Все Должны Знать Но Вспомните Доктора Наук Он Почему Не Знает И Когда Проходят Диффузию Металлов На уроках Биологии Обязательно Должны Проходить Диффузию Растений